так всем привет на улице облачно в москве дождик идет дождик такой уже весенний сейчас к нам подключится люди так всем привет я являюсь руководителем проекта на лыжи зовут меня пак александр ждем когда к нам подключится егор соль сегодня мы сегодня мы будем проводить с ним прямой эфир я пока его не вижу вот нашел я его сейчас он подключается егор привет привет приветствую всех да всем здравствуйте значит повторяю сегодня мы в рамках так сказать регулярных наших эфиров ведем прямой эфир тренером молодежной сборной Егором Сориным да Егор привет да да привет совсем как видели как мой гонок да все хорошо мы сейчас я сейчас в тюмени нахожусь вот тут конечно ситуация с коронавирусом не так серьезно как в москве вот самый самоизоляция конечно у нас есть присутствует но до режима пропусков мы еще не дошли надеюсь не дойдем у нас пропуска завтра выводится завтрашнего дня проверять буду да могут смогут страйфовать завтрашнего дня а так по моему 13 не ошибаюсь можно оформлять да значит Егор ну давай начнем про сборную подведи пожалуйста итоги прошедшего сезона что получилось что нет кто из спортсменов твоей группы добился наибольшего прогресса ну из положительных моментов хотел бы отметить это прогресс практически всех членов команды в той или иной степени вот кто-то смог спрогрессировать на этап кубка мира по сравнению с предыдущим сезоном кто-то спрогрессировал на внутрироссийских стартах такие как кубок россии континентальный кубок вот ну а из отрицательных негативных моментов хотел бы отметить это выступление на молодежном чемпионате мира вот по тем или иным причинам выступить на хорошо и даже на тем более на отлично не получилось а скажи пожалуйста от тебя от твоей команды требует требовали какие-то медали на пирмский мир ну вот от нас медалей как говорится никто не требует но естественно медали ждут и мы сами настраиваемся все спортсмены которые отбираются на молодежный мир и едут туда они едут только чтобы биться биться за 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 медаль это как по-другому никак вот но такого требует требования что вот там медали любой ценой любой ценой там профизнос такого никто никогда не озвучивает так артему гельманова который к нам присоединился и к юре кашкарову большой большой привет да всем привет всех кто нас смотрит скажи пожалуйста ты уже знаешь как изменится состав твоей группы кто куда уйдет кто придет предварительно знаю но списки будут утверждаться буквально на днях поэтому стопроцентно я пока не могу сказать понятно но основной костяк останется вот придут молодые спортсмены из юниорской группы вот по поводу переходов в основные составы как было прошлом году скорее всего не будет потому что приняли решение группы сократить основных составов чтобы они могли более больше времени уделить именно подготовки чемпионату мира и к олимпийским играм уже именно с теми спортсменами кто был в основных составах составах вот ну и так но в том числе и моей группе будут спортсмены готовиться вот к этим двум основным стартом следующих двух лет то есть экспериментировать времени уже особо нет в основных группах даст ну конечно потому что когда тренер получает ну допустим в прошлом году два спортсмена перешли к олега ресычу то есть все равно определенное время для адаптации нужны и тренеры чтобы понять спортсменов как мы и делимся информацией говорим о спортсменах но все равно тренера нужно почувствовать уже на практике спортсмена и и спортсмену в том числе нужно адаптироваться кто методики к тем нагрузкам которые предлагаются в основных в основных составах и скажу что многим спортсменам даже двух сезонов мало чтобы спрогрессировать и показывать какие-то выдающиеся результаты а возвращаясь чемпионату мира ты можешь назвать причины такого выступления или вы их знаете но не хотите озвучивать ну в двух словах озвучить то были допущены определенные ошибки именно в подводке к соревнованиям вот немного мы не угадали неправильно выбрали высоту даже не то что высоту а одни когда надо спускаться то есть перед на первенство мира и тут еще может быть тот фактор сыграл что первенство мира тоже проводилось на высоте на определенной обервизентале может быть нужно было немножко скорректировать именно спуск но там еще мешались погодные условия мы изначально планировали за две недели заезжая приехать на место где будет проводиться мир вот но из-за погоды организаторы сказали нас предупредили что мы вас на трассу пускать не будем поэтому пожалуйста там приезжайте на неделю позже то есть это за пять дней до начала первенства вот поэтому нам нам пришлось остаться на хмелевских озерах на высоте это порядка ты 1900 1800 метров вот на погода еще там не совсем сопутствовал там через день буквально были сильные снегопады была раз достаточно мягкая нам конечно всячески помогали пытались ее подготовить насколько это было возможно для тех условий чтобы была была более жесткая но не всегда это получалось потому что снега там выпадает очень очень много буквально там за несколько часов вот поэтому вот в общем все вот эти факторы и сказались но хочу отметить именно тот аргумент что может быть с днями не угадали спуска то есть мы с одной группой спортсменов те кто были ориентированы на первые гонки то есть на спринт мы за счет регионов спустились раньше на неделю ну то есть изначально как планировали это денис филимонов христина мацокина анна грухвина вот с ними мы спустились как планировали и в принципе у них они показали достойные результаты для себя вот денису филимонову буквально не то что не хватило такая неудача его постигла там за буквально за 50 метров до финиша шел вторым упал вот и не смог побороться не за первое место ну и остался на пятом месте вот ну христина мацокина для себя хорошо выступила на дистанции заняла пятое место в классическом в классической гонке для нее это лучший результат наверное в карьере вот ну и в спринте были допущены определенные тактические именно ошибки не не само состояние спортсмена спортсмена состояние было хорошее а именно с тактикой было связано вот ну вот а те ребята кто у нас груз спустились буквально там за пять за четыре дня до старта то у них состояние было не не самое лучшее не оптимальное понятно скажи пожалуйста как вообще проходит отбор спортсменов твоей группы решающее слово за тобой я предлагаю кандидатуры а главный тренер ну и тренерский штаб даже скажу не не я предлагаю кандидатуры мы вместе с андреем с андреем нутрихиным работаем то есть мы с ним созвонились очертили то есть он он очертил список кандидатов я очертил список кандидатов в принципе там сошлись практически по всем позициям отправили это уже на рассмотрение на утверждение главному тренеру тренерскому штабу, и они уже сейчас будут принимать решения. Но насколько обычно по практике ваше предложение в процентном соотношении совпадает потом с реалями жизни? Ну, 90 процентов, 90-95. То есть все-таки к вашему мнению прислушиваются очень сильно? Ну, тут не то, чтобы к нашему мнению прислушиваются или присматриваются к результатам спортсменов. То есть те результаты, которые они показали в минувшем сезоне, и уже на основании этих результатов и составляются списки. Ну, и, естественно, тоже учитывается возраст спортсмена. То есть у меня молодежная группа это от 2000 до 1998 года. Соответственно, естественно, больше в приоритете спортсмены, которые 2000 года, которые только-только выходят из юниоров или 99-го. Потому что если смотреть уже по 1998 году, эти спортсмены все-таки должны себя, ну, показывать результаты уже по мужикам. Ну, на внутренне российских стартов. Поэтому вот в совокупности этих данных, этих результатов и принимаем меру. То есть не всегда списки сборных составляются за счет рейтинга российского, допустим. Потому что где-то спортсмены какие-то участвуют, где-то не участвуют. То есть, ну, нельзя объективно оценить. А скажи, пожалуйста, вот мы разговаривали с Артемом Гельмановым. Он сказал, что из его группы три человека уходят. Он, как бы, пока не знает, пойдут они в твою группу или напрямую в основные. По твоему мнению, такой, скажем так, нужно, чтобы через твою группу проходили? Или можно сразу там напрямую к тренерам основных групп? Можно. Можно напрямую. Если мы видим, что спортсмен сознательный, если он уже чувствует свой организм, если он хорошо адаптирован к нагрузке, то вполне возможно, что ему, может быть, сразу же можно и в основную команду. То есть, почему нет? Здесь каждую кандидатуру обсуждаем. Но еще раз говорю, здесь смотрим тоже, есть ли место в основном составе, то есть, на данный там, хочет ли тренер сейчас брать, вот, на данный момент спортсмена? Потому что надо понимать, когда спортсмен приходит, там, из юниорской команды в основной состав, к нему должен быть какой-то индивидуальный подход, учитывая его возраст, его данные, его возможности. Вот. Если, вот, как сейчас, говорю, два года, год до Чемпионата Мира, два года до Олимпиады, я считаю, что старшим тренером уже не до этого, чтобы выделять кого-то из спортсменов и, там, выводить на какой-то индивидуальный подход к нему делать. Вот. Поэтому, говорю, в прошлом году Саша Терентья, то есть, сразу же пошел к Юрию Викторовичу в годах, потому что Юрий Викторович уже давно за ним следил, понимал его возможности, и, ну, то есть, принял решение, что Саша уже готов именно в основной состав сразу же пойти. Скажи, пожалуйста, есть какие-то сложности? С какими проблемами сталкиваются спортсмены, переходя вот из юниорских команд в твою? Конкуренция. Конкуренция уже на взрослом уровне, она не такая, как по юниорам. То есть, если ты по юниорам выигрываешь внутри, ну, в России, то есть, ты лучший первый, второй, то, переходя даже уже в молодежный состав, не сразу же получается даже на подиум, ну, в призы попадать по молодежи. А если говорить уже о мужчинах, я все-таки считаю, что хоть у нас команда и выделена, там, молодежный состав, но всегда настраиваю ребята именно показывать, что нужно показывать высокие результаты уже по мужикам. То есть, как минимум, попадать в десятку, а желательно, там, в шестерку и за призы бороться. И вот по двум сезонам могу точно сказать, что если ты в России не попадаешь в призы на Кубке России, допустим, на всероссийских соревнованиях каких-либо, то очень сложно на молодежном мире бороться за медали. То есть, если по этому году брать, вот Сергей Ардашин, то есть, если в прошлом году он выигрывал гонки в России, по мужикам уже даже, там, призы попадал неоднократно, то он и на молодежном мире занял второе место. В этом году то же самое. Он также выигрывал Кубки России. То есть, в этом году он смог также бороться за медали. Вот Денис Филимонов в этом году тоже смог заехать на континентальном Кубке вторым в спринте. И видно, что на мире он был готов чуть ли не, ну, может быть, и выиграть, но за медаль он точно должен побороться был, если бы, вот, нет, руковое падение за, вот, а у девушек это еще острее. Я бы сказал так, что у девушек, если юниорка не борется за медали, то есть, за топ-6 по женщинам, по женщинам у нас в России, то ей будет сложно бороться за медали на юниорском чемпионате мира. Ну, то есть, у женщин это еще сдвигается все. Поэтому для нас именно вот эти российские старты, все российские соревнования, там, континентальный Кубок России, этап Кубок России, они являются неким маркером. То есть, мы сразу же видим, спортсмен, на что он способен уже на международной арене по своему возрасту. Скажи, а вот те спортсмены, которые по концу сезона, возможно, должны были перейти к тебе, ты вообще за ними следишь? Ну, кто по возрасту уже переходит, должен перейти к тебе? Ну, конечно. Мы в последний день вот первенства мира собрали как раз вот спортсменов, там, вот с Артемом мы собрали девушек, как раз вот его трех, вот, поговорили, сказали, что, понятно, там, у вас там первенство России среди по юниоркам, там, через две недели начнется, вот, но вы в первую очередь настраивайтесь на чемпионат России, который должен был пройти в конце марта. То, что готовьтесь, то, что вы кандидаты, там, в следующем году уже в состав, и, то есть, не расслабляйтесь, ну, то есть, понятно, первенства мира закончены, но еще на соревнованиях в России еще есть. Вот, так же и с ребятами, то есть, с кем-то даже, вот, уже в марте мы обменялись контактами, держали, то есть, они мне присылали свои тренировки, то есть, как они проводят, там, что-то я им рекомендовал, какие-то вещи, ну, то есть, я уже, ну, пытаемся уже присматриваться, там, Андрей Владимирович, в том числе, уже на своей стороне тоже самое смотрит за этими ребятами, и, ну, то есть, мы с ним договорились, что вот он собирался тоже на первенство юниорское, тоже ребятам посмотреть, с ним пообщаться, ну, вот, ну, и потом бы мы все вместе встретились на чемпионате России, и уже на чемпионате России, как правило, я, ну, стараемся уже собраться, обозначиться, что, там, как проводить межсезонье, на что нужно ставить акцент, акценты. Скажи, пожалуйста, вот то, что отменили чемпионат России и первенство России, сильно ли сейчас, вот, внесло вот такие суметелства в ваши планы по отбору спортсменов? Нет, нет, не сильно. Конечно же, хотелось посмотреть именно вот молодых спортсменов, юниоров, как они будут выглядеть со взрослыми, то есть, с лучшими у нас в стране. Еще раз говорю, вот, я все-таки такого мнения, что у нас юниоры сильные, если они считают, ну, у нас перспективный будущ, то есть, они должны бороться за попадание в десятку. То есть, если они борются за попадание в десятку, значит, у них очень-очень большой потенциал на будущее. Вот, поэтому интересно было бы посмотреть, но что касается отборов, здесь, ну, были бы вопросы там по некоторым фамилиям, но не так существенно. Вот тут нам много вопросов задают, кто из спортсменов, какие группы, куда переходят. Мы еще раз говорим, что объявление составов будет после решения, так сказать, тренерского совета и президиума, который пройдет на этой неделе. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, я так понимаю, ты с юношескими сборными, с юношескими сборными в очень большом, так сказать, и тесном контакте. Они тебе что-то рассказывают про спортсменов, которые, возможно, перейдут к тебе? Конечно, они и рассказывают, и я спрашиваю. То есть, мы практически, ну, не знаю, там, 80% сборов, ну, не 80%, чуть поменьше, проводим вместе. То есть, я этих ребят всех вижу, то есть, как они тренируются. Естественно, понимая, что ребята там в следующем году уже будут выходить из юниоров, по многим у меня какие-то вопросы возникают. Где-то они мне говорят, вот там, Егор, посмотри, парень ты хороший, или там девушка хорошо выглядят. То есть, те или иные качества, обрати внимание. Они у нас все на виду. Саше Бессмертному привет. Большой он к нам подключился. Саше, привет. Скажи, пожалуйста, вот мы разговаривали с Артемом, и он рассказывал, что тренировки, ой, зарядки по утрам нужны для его групп, потому что, ну, это, скажем так, в большей степени дисциплинирует. А в вашей группе уже продолжать надо делать, или уже можно не делать, уже все дисциплинированы? Когда я первый год начал работать, то есть, я даже не рассматривал зарядки, потому что, работая с Крамером, мы... Прервалась немножко связь. Вот, работая с Крамером, мы не делали зарядки, то есть, не было необходимости в этом. Вот, но вот поработав год, уже, наверное, к зиме ближе, я начал, ну, мы начали уже включать зарядки в том числе для решения тех или иных задач. Вот, или даже элементарно, как уже сказали, чтобы дисциплинировать спортсменов, чтобы они... Потому что, вот мы когда с Крамером тренировались, то есть, там было так, что, ребят, у нас зарядок нету, но будьте добры, там, до 7.30 уже быть на завтраке. Ну, там, 7.30 позавтракать, то есть, за час до тренировки, там, за час с небольшим. Ну, то есть, 7.30 прийти, то есть, вы пока завтракаете 15 минут, там, 8.45, в 9 выход на тренировку, чтобы было. Если выход на тренировку, допустим, там, 9 часов, то некоторые могут на завтрак пройти, там, после 8. Поэтому, где-то, конечно же, я тоже согласен, что в каком-то возрасте, то есть, там, где речь идет о дисциплине, то есть, нужно включать зарядки. Вот, возвращаясь, так сказать, к нашей эпидемии, я бы назвал это все-таки больше так, потому что слово пандемия у меня как-то связано с какими-то абсолютно страшными болезнями, типа Тифа, блин, Валера. Скажи, пожалуйста, сейчас уже есть понимание, как будет проходить подготовка к сезону? Нет, именно по сборам? Да. Организационно? Пока нет понимания, потому что сейчас вопрос стоит, ну, стоял до недавнего времени, о майском сборе, вот, ну, я думаю, он процентов на, 95 его не будет в мае мероприятие. Вот, традиционно у нас сбор первый совместный проходит в Эстонии в июне, вот, но тоже, скорее всего, не получится, потому что скорее всего, не откроют еще границы к этому времени. Поэтому тоже уже с тренерами рассматриваем варианты где-то в России проводить вот этот совместный первый сбор. Типа Малиновки? Может быть, да, типа Малиновки. А вот сейчас твои спортсмены находятся на самоизоляции. Ты контролируешь, как они готовятся? Там, раздал им планы и что происходит? Да, контролирую. Я скажу так, что вот в Тюмени есть одна спортсменка, то есть мы с ней периодически проводим занятия в глубоком лесу, то есть уезжаем далеко за городом и стараемся, проводим какие-то пробежки, еще что-то. Когда были залы тренажерные открыты, в зал ходили тренажерно, то есть какие-то новые упражнения пробовали. Вот, но и также со всеми другими спортсменами на связи, даже в том числе и с новыми спортсменами, кто будет, планируется, точнее, в следующем году у нас группу. Вот, то есть сейчас конкретного плана нет, есть определенные рекомендации, то есть по количеству часов, которые нужно выполнять упражнения, то есть средства, которые можно делать, потому что это тоже зависит от того, где спортсмен живет. То есть если это спортсмен Москвы и Московской области, то есть, соответственно, он одни средства может использовать, ну, дома, можно сказать, да. Если это ребята, которые живут в деревнях, то есть в поселках, они могут и побегать, соответственно, в лес выбежать, и на велосипеде покататься. Поэтому вот с каждым созваниваемся, они мне рассказывают, какие у них условия, какие есть возможности, то есть у кого есть тренажер, у кого есть TRX, еще что-то, и мы, ну, я им, то есть те или иные тренировки рекомендую. контроля на данный момент нет. Но вот я думаю, где-то через неделю уже буду присылать им планы. Ну, также у меня есть спортсмены, которые уехали далеко, Магадан, Нарьинмар, то есть это те регионы, где нету такого густонаселенного, ну, как у нас, как в Москве, где есть возможность покататься на лыжах, то есть они еще до сих пор катаются на лыжах, поддерживают это. И мы настроились, что они весь апрель, пока есть возможность, будут кататься на лыжах. Где-то там по насту, по ходу ходить, дома делать какие-то силовые тренировки. Вот, поэтому здесь, говорю, все индивидуально. Ну, вот ты говоришь, что через неделю будешь уже планы присылать, то есть сейчас они в таком более-менее вольном, так сказать, в небольшом отпуске. Да, относительно, ну, я думаю, расписал, говорю, в неделю минимум четыре тренировки, вот, если есть желание, а сейчас желания у всех много, потому что, вот, не знаю, то ли в преддверии того, что, ну, все боятся, что в будущем сборы не скоро начнутся, вот, плюс еще ограничивают во всем, нельзя какими-то своими делами заняться, нет учебы, нет еще, то есть у всех желание есть тренироваться, ну, и практически каждый, вот, из тех спортсменов, вот, с кем я контактирую, все тренируются, ну, практически каждый день, там, делают один выходной себе в неделю, вот, но это еще раз говорю, все рекомендательный характер, мы им там отправили, сказали, вот, вот такие-такие-то упражнения вы можете делать дома, то есть видео прислали, вот, делайте все, ну, какого-то такого четкого плана нету, то есть здесь немножко им предоставлена возможность поимпровизировать, то есть что-то попробовать, то есть самостоятельно, я считаю, это даже полезно, в какой-то период времени так и нужно, то есть спортсмен, чтобы не зависел от тренера, а немножко включал голову сам, придумывал какие-то себе упражнения, вот сейчас даже особенно, то есть каждый спортсмен может проявить инициативу, смекалку, на крайний, ну, не на крайний случай, то есть открыть интернет, инстаграм, сейчас Сергей Турышев у нас проводит занятия, там Александр Легков определенные упражнения показывает, я сейчас сам посмотрел, Клэба показывал, там 30-минутную тренировку, ну, то есть столько много интересных новых упражнений, то есть если есть мотивация, если есть желание, то есть все это можно найти, все это можно делать. Расскажи, а ты вот готов, что вот режим самоизоляции может быть продлен, там, например, до июля, когда вообще вот такой критический момент наступит, когда уже придется хвататься за голову и думать, что же, как же все-таки готовиться к следующему сезону? Ну, я думаю, это, говорю, в мае, если мы будем на самоподготовке, это вообще не критично, я говорю, даже это хорошо, что у нас спортсмены будут самостоятельно готовиться, как говорится, самодисциплиной заниматься, вот, если, конечно, все это затянется, до июня, июля, конечно, уже нужно будет ломать голову, то есть, как быть в этой ситуации. Ну, с учетом того, что в этой ситуации весь мир, то, в общем-то, не так обидно. Да, говорю, нет, тем более, еще раз, у нас сейчас в межсезонье, можно сказать, насколько так можно сказать, нам повезло, лыжным гонкам, что вот так вот все совпало, что именно вот, вот, там, два-три месяца, которые у нас есть на межсезонье, то есть, они у нас попали вот на этот карантин, на самоизоляцию. А ты как относишься к тому, что сейчас спортсменам порой приходится выходить из дома, чтобы, там, проехаться на велосипеде, пробежаться на роллерах или пробежать кросс? Это, вот говорю, еще зависит от локации, то есть, где они живут. Если это Москва, конечно же, это критично, потому что в Москве очень большое население, то есть, густонаселенный регион, и очень сложно найти место, где ты можешь покататься или, там, побегать, покататься на роллерах в безлюдном месте, то есть, это практически невозможно. Если ты находишься где-то даже в Мособласти, то есть возможность, там, выйти спокойно, сесть в машину, ни с кем не контактируя, уехать в глухой лес и там побегать. Или покрутить велосипед. Но главное, чтобы это не было, не были, там, общественные парки, еще, потому что сейчас много читал, тоже в интернете, сейчас информации много, и там было написано, что при беге, как раз, гораздо больше, ну, очень большая вероятность заразиться, потому что, ну, больше... Больше вдыхаешь. вдыхаешь и выдыхаешь, да, то есть, если, соответственно, все выбегут сейчас в парк бегать, все скажут, что мы спортсмены, нам надо бегать, все выйдут в парк бегать, то есть, это будет неправильно. Вот. Но, говорю, если есть возможность неконтактирования с кем, сесть в машину, уехать за город и в одиночестве побегать, почему нет? Понятно. Расскажи, пожалуйста, вот какой вопрос тут задали. Ты работал с биопланистом Каримом Халили. Тебе для него приходилось составлять свой тренировочный план или он работал в группе? Нет, ну, Карим весь сезон проработал по моему плану и на данный момент мы с ним ВКонтакте. Вот. То есть, мы с ним созваниваемся практически там, ну, каждый день, можно сказать. Вот. Ну, особенно, когда был сезон. Вот. И составляли уже конкретный план. То есть, в том числе, мы созванивались с ним, созванивались с тренером команды биатлонной. Ну, вот. Ну, то есть, мы узнавали план команды основной. То есть, какие-то тренировки было бы можно сделать вместе там или контрольные тренировки, какой-то организационный план. Вот. И находили пути возможности, то есть, чтобы Карим мог тренироваться вот по той методике, по тому направлению, что мы выбрали сначала там с тренировочного, подготовительного периода. А почему вдруг вы с ним стали работать как-то? Вы знакомы с ним были до этого? Или, не знаю, земляки или что? Нет, мы не были знакомы. Мы в прошлом году с ним пробежали. Точнее, мы с ним познакомились, когда бежали вместе. Гонку Легкова 30 километров. Вот. Я еще там бежал и шутил. Говорю, ребята, давайте уже биатлониста скинем как-нибудь. Вот. Но он как-то не скидывался, да, и, по-моему, то ли выиграл, то ли второе место занял. То есть я еще тогда обратил на него внимание, потому что, понятно, я там не в очень хорошей физической форме, но там бежали ребята сильные, и он смог с ними соперничать. И, по-моему, я говорю, то ли он выиграл, то ли второе место занял. Вот. И потом подошел ко мне тренер его. Вот. Сказал, что так и так, да, личный тренер, вот, что мы хотим в следующем году быть на самоподготовке. Не можем ли мы где-то к вам на сборе присоединиться на тренировочный. То есть мы потому что хотим вход подтянуть, объем увеличить, ну, те или иные причины. Я сказал, без проблем. Рассказал им, где мы какие сборы планируем. Вот. Условились, что он в июне месяце проведет вместе с нами сбор, ну, то есть параллельно. Вот. Причем он приехал, по-моему, на неделю раньше нас. Занимался там стрелковой подготовкой. Причем приехал один. Вот. Что касаемо вот Карима, вот, он пример для многих спортсменов, там, в том числе и лыжников, и биатлонистов. То есть он парень очень-очень самостоятельный. Ну, ну, то есть, соответственно, мы приехали в Эстонию, с ним уже пообщались более плотно. То есть я ему предложил план тренировочный. Ну, то есть предварительно я, конечно, скидывал этот план его тренеру. Вот. Мы обсудили. У него вопроса, в принципе, не возникло. Он изъявил желание полностью выполнить нагрузку, которая, ну, будет на этом тренировочном мероприятии. И полностью ее выполнил. То есть провел с нами полный сбор. После этого он уехал уже со своим личным тренером на стрелковый сбор. И, честно сказать, я даже удивлялся по ходу лета, что вот как так спортсмен. То есть со сбора на сбор. Сначала с лыжниками, потом уже стрелковые составляющие. Вот. Конечно, может быть, это в итоге не в итоге, точнее, в какой-то степени было неправильно, потому что все-таки нужно стрельбой заниматься постоянно. Может быть, в этом моменте немножко упустили. Вот. Но другого выбора не было у него, по крайней мере. Ну и вот таким образом мы провели практически там сколько, ну, все лето. И вот с сентября мы разъехались. Ну, мы в октябре еще были вместе на сборе в Рамзау, но он уже с нами не тренировался, потому что у него был свой план, то есть со стрельбой уже все, он тренировался отдельно, самостоятельно. И и зиму тоже так, то есть вот он один из тех спортсменов, который может и умеет тренироваться один, самостоятельно, то есть по плану. А какие планы на будущее вот в плане, вот с ним, как Карим настроит? Продолжать работать? Ну, мы с ним общаемся, да, ну, ждем решений, также тренерского совета, то есть у биатлонистов, какие у него примут решения, то есть в какой состав его включат еще, то есть пока тоже здесь нет определенности. Ну, то есть это была инициатива самого Карима, да? А не Советовщик России? Безусловно, это была инициатива Карима и его личного тренера. А СБР на тебя больше не выходил с вопросом, давай мы там еще кого-нибудь тебе дадим? Нет, ну, даже вы не выходили, не выходил никто и я думаю, они понимают, что смысла нет с таким вопросом выходить, потому что у меня есть своя группа, вот, и еще раз говорил, что касается Карима, с ним, то есть он не напрягает, то есть в том плане, что он дополнительный спортсмен, да, он умеет сам тренироваться, а обычно я, хоть ко мне подходит, говорит, а может там план писать, я не соглашаюсь, потому что понимаю, что спортсмены, просто когда есть просто обычный план, ну, это, не знаю, там 20% всего лишь, вопрос дальше, как спортсмен этот план понимает, как он его может чувствовать, как он чувствует, то есть тренировки, которые ему дают, вот, Карим как раз тот спортсмен, который умеет, может это делать, вот, и говорю, еще раз, был поставлен вопрос, можно мы с вами потренируемся летом на сборах, я говорю, без проблем, приезжайте, у нас будет план, я вам его покажу, присоединяйтесь, то есть он, причем там, живет отдельно, там, весь быт, все организационные моменты, это все на нем, то есть это команда не касается лыжников, ну, то есть он просто приходит, там, выход в 9, все, Карим приходит, там, выход в 16, Карим приходит, все, он на тренировке, по возможности, конечно же, там, разбираем технику, ну, естественно, со временем все плотнее, плотнее начали уже этим вопросом заниматься, ну, скажу так, что отработали, можно сказать, сезон, там, на 80-70 процентов, от того, что нужно делать для того, ну, чтобы успешно выступать в сезоне. Но вообще возможно тренироваться в отрыве от стрельбы? Нет. Вот в готовом. Нет. Все-таки нет. Я говорю, да, да, если это вот единичный сезон, наверное, это не так критично, если это единичный сезон, но если это, там, у тебя все-таки какие-то планы, там, на подготовку в чемпионат Миро-Лимпийских игр, то есть на несколько лет, то, конечно же, так нельзя. То есть нужно, чтобы был тренер по функционалу, чтобы был тренер по стрельбе, и желательно, чтобы они совместно работали и понимали друг друга. Ну, естественно, этот тренер по стрельбе должен находиться рядом. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что у вас там в Тюмени не такие пока серьезные меры по самоизоляции, а в Москве сейчас будут очень жесткие меры. Ты вот считаешь, вот все эти меры по регионам, они недостаточные или избыточные? Ну, вот я смотрю из окна и вижу, как гуляют люди с детьми, там, на лавочках сидят люди, и я считаю, что если так дальше будет, то в Москве скоро вообще всех зачипуют. Вот, ты как считаешь, меры достаточные или недостаточные? Ну, как минимум, они оправданы, эти меры, вот на данный момент, которые, то есть, они должны быть. То есть, вот, вопрос, стоит ли ужесточать, ну, тут сложно говорить, тут уже не знаю, ну, вот если в Европе, говорю, всех посадили на карантин, да, на самоизоляцию, все сидят, вот, ну, в городах особенно, то есть, там нету никого на улице. То есть, вот, я не знаю, что в Москве творится, ну, как ты говоришь, что там все люди гуляют, это, наверное, да, это неправильно. Но, как ужесточить меры, мне сложно отдавать оценку. Ну, конечно же, это нехорошо, когда вот в таком большом городе, в Москве, то есть, люди выходят и видят, что много других людей на улице, еще идут к ним, ну, то есть, ну, это как, ну, мне кажется, это даже глупо где-то. Вот у нас в Тюмени не так, еще раз говорю, не так много людей, но тоже мы иногда выходим, смотрим, что люди пошли, то есть, там, неделю назад реально улицы были пусты, сейчас уже там, ну, видишь, что люди, вот, сегодня даже кто-то там занимался в детском городке, вот, если это мы видим, это естественно, мы не пойдем гулять с ребенком, да, но, это естественно, вот, если надо что-то, еще раз говорю, погулять, то садитесь в машину, уезжайте в лес, в глухое, чтобы там никого не было, вот, так, но в Москве, это нереально, Москва, это все-таки мегаполис, да, да, вот, возвращаясь, так сказать, к лыжникам, которые на самоизоляции сейчас находятся, что ты бы мог им посоветовать? Я бы им посоветовал, так как у нас сейчас все в интернете, кто бы там что ни говорил, все равно сейчас все, не знают, большую часть времени проводят в интернете, ищите полезную информацию для вас, то есть для будущего, для будущего сезона подготовительного, ищите в интернете эту информацию, то есть смотрите, как тренируются спортсмены в других странах, смотрите, кто какие прямые эфиры ведет, показывает какие-то тренировки, ищите, то есть то, ищите ответы на свои вопросы, которые у вас возникали по ходу сезона, вот, если это сложно найти через интернет, пишите, то есть я говорю, связь настолько это, и вот по крайней мере по себе скажу, когда мне человек пишет в директ, и спрашивает конкретный вопрос, по тому или иному качеству, ну допустим, как развить максимальную силу, или еще что-то, я с удовольствием ему отвечу, понятное дело, когда спортсмен или кто-то пишет мне, напишите, пожалуйста, как стать сильнее, или как выиграть, ну естественно, тут нет, вот поэтому, то есть пытайтесь ответить на те вопросы, которые у вас по ходу сезона возникали, а я уверен, что у каждого спортсмена сознательного эти вопросы возникают, общайтесь с тренером со своим, тоже по ходу сезона, то есть по поводу каких-то тренировок, то есть анализируйте ту работу, которую вы сделали в минувшем сезоне, но это что касается теоретической части, что касается практической части, тренируйтесь в домашних условиях, вот те условия, которые у вас есть, придумывайте, пробуйте что-то новое, как раз у нас сейчас это время, чтобы попробовать что-то новое, какие-то, еще раз говорю, новые упражнения, какие-то новые технические упражнения, находите пути, вот я скажу так, что у меня спортсменка одна из моих групп, причем она только пришла, ну, только вот придет сейчас, вот, ну, надеюсь придет, что сейчас все утвердят, то есть она уже начала думать, и они просто-напросто не пожалели денег, заказали там себе тренажер лыжный, ну, иргалину, который стоит сейчас, в принципе, немалых денег, там порядка 70 тысяч, 75 тысяч, вот, и, причем заказали это еще, вот когда только-только все начиналось, вот, то есть она уже понимала, что нужно будет тренироваться в домашних условиях, много, то есть нужен тренажер, все, она меня спросила, где вот можно там найти, я попытался там как-то командный тренажер отправить, но сейчас это очень сложно все через Москву сделать, у нас все автобусы в Минспорты, то есть это сложно организовать, вот, но она сказала, да нет, я хочу купить себе самаду, чтобы у меня было, я могла этим заниматься и сейчас, и потом, когда в межсезоне, то есть кто-то покупает велостанки себе, то есть они сейчас все есть, доставка работает, заказываете, ищите, проявляйте смекалку, находчивость. Да, такое время испытаний, и не только психологическое, но и для мозга, да, в том числе для мозга, потому что, говорю, когда мы в сезоне, очень сложно оценить ту подготовку, которую мы делаем, ну, во-первых, уже в сезон нельзя что-то менять кардинально, потому что, если ты разработал план, в начале сезона, то есть, все, ты ему придерживаешь, то есть ты ждешь уже по факту, какой результат будет, причем, еще раз говорю, нельзя делать противовременные выводы в начале сезона, нужно дождаться, то есть, пока весь сезон закончится, и уже делать какие-то выводы, сейчас как раз то самое время, вот, садиться с тренером, не садиться тренером, то есть, звонить тренеру, говорить там, тренер, я считаю, что в этом году мы не доработали в этом-то, в этом-то, он говорит, хорошо, почему ты так считаешь, ну, то есть, какой-то диалог должен вести, вот, всегда привожу пример тандема Крюкова и Каминского, группа была, постоянно спортсмены, многие там, возмущались, говорили, блин, да план там, это чисто под Крюкова, и все такое, то есть, только, ну, это под него заточен, то есть, она может не подходит, я ему говорю, ребята, а вы сами, точнее, ну, я им не говорил, потому что я потом думал, почему так, а потому что Никита каждую весну садился с Каминским, и они обсуждали там, и весной, и там, во время сборов, то есть, они обсуждали, он говорил, Юрий Михайлович, мне кажется, что нужно вот над этим и этим поработать, так-то, так-то, Юрий Михайлович его, естественно, слышал, с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался, но вот в таком тандеме они находили, то есть, правильные методы тренировок, которые давали результат. Я считаю, каждый тренер может, ой, каждый спортсмен должен так поступать, даже если он не является лидером команды. Ну, чтобы стать лидером команды, так и нужно поступать, да. Да, 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 ну, вот вам пример Саши Большунов, то есть, он самостоятельно ищет какие-то новые упражнения, там, технические, вот там, изобрел, придумал вот эту вот езду за зеркалом, где он может на себя смотреть технически, то есть, когда не прихожу в зал, смотрю, Саша, какое-то новое упражнение, потому что, ну, я знаю комплекс Юрия Викторовича, смотрю, там, Саша что-то другое делает, там, через месяц, смотрю, уже все делают, то есть, он тем самым и Юрию Викторовичу помогает, что-то, какие-то вещи подсказывает, вот, Юрий Викторович там тоже что-то свое приносит, то есть, вот, когда так тандем работает, это должно давать результат. А вот скажи, пожалуйста, ты говоришь очень много сейчас информации в интернете, там, по тренировкам, там, различным комплексам, а как вот выбрать то, что, скажем так, надо, а что являются профанацией, ну, образно? Ну, нужно смотреть механически, как биомеханически, как упражнение выглядит, то есть, подходит она, для лыжного хода не подходит, или это, если это общеразвивающее, ну, ОФП обычно, то есть, общеразвивающее упражнение, то можно его просто делать, для общего развития, то есть, как раз апрель в месяц, это как раз время для ОФП, для общеразвивающего, может, не стоит там слишком сильно в специфику выходить, уходить, вот, где-то интуитивно, то есть, ты посмотрел, ну, по крайней мере, я когда был спортсменом, то есть, я интуитивно увидел упражнение, мне понравилось, я его попробовал поделать, мне, то есть, ну, интуитивно хорошее это упражнение, если, еще раз говорю, с тем же самым тренером, выбрал упражнение, попробовал его, отправил тренеру, как вы считаете, подходит упражнение, не подходит, вот, мнение тренера услышит, еще раз говорю, здесь не обязательно, что вы должны согласиться с тренером, или тренер с вами, но, ну, диалог такой есть, ну, в 90% случаев, оно сходится, вот, когда спортсмен сегодня присылает, мне, мне, как правило, всегда это нравится, потому что интуитивно, сам лыжник, он почувствует, его это упражнение, это или не его. Понятно. Так, переходим на вопросы, которые здесь у нас задавались, мы частично их уже озвучили, так, какие перспективы у Дианы Головань? Ну, мне сложно сказать, еще раз говорю, тренерский штаб, я, принимаю решение по спискам, мы все увидим, ну, перспективы, как спортсменки, у нее есть, безусловно, конечно, надо учитывать где-то и возраст, и, ну, то есть, спортсменка, самое главное, трудолюбивая, вот, то есть, вот упорно идет, то есть, к своей цели, она никогда не была этим в команде, она достаточно поздняя считается, вот, то есть, она в юниорках сильных результатов не показывала, по молодежи, то есть, постепенно, постепенно, так, шаг за шагом шла, 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 вот, ну, дошла до определенного уровня, то есть, я думаю, дальше тоже может двигаться, ну, там определенные технические моменты нужно решить, вот, если с ними, ну, получится исправить это, то, я думаю, есть перспективы на хороший результат. Так, здесь вопрос задает по спортсменам, какие, куда, группы, какие переходят, мы отвечаем, что мы не озвучиваем пока, кто куда переходит. если, что касается переходов, я скажу так, что, как Ирина Валерьевна говорила, я нашел, как по моей информации, что переходов никаких не будет из группы. Ну, это и неправильно. Ну, тут вопрос только может быть, кто-то из моей группы перейдет ли в основные составы, то есть, таких переходов, скорее всего, не будет, а между основными составами переходов точно не будет, то есть, те спортсмены, которые работали с тренерами, они так же останутся. Ну, то есть, в другие группы не переходить не будут. Понял. Так, где проходят летние сборы, мы уже рассказали. Про Карима, ух ты, мы даже про Карима задали, нам рассказали. Был ли коронавирус у Рыбкина? Нет, у Рыбкина коронавируса не было. Не было. Я бы ни одного лыжника пока не знаю, у кого коронавирус. Ту-ля-тун. Да. тут-ля-тун. Крамора в страну пустят. Вот это тоже, кстати, тоже сложный вопрос. На данный момент, конечно, нет. Ну, именно на данный момент, если сегодня, да, говорить, что будет через месяц, через два. Но у него есть помощник, который с ним уже на протяжении двух-трех сезонов работает. Я думаю, они найдут, да, Сергей Турушев. Я думаю, они найдут выход из этой ситуации. Кроссфит-комплексы в подготовительном периоде для развития силовой выносливости выполняете? Нет, не выполняем. Мы стараемся силовой выносливость все специальное делать. Ну, то есть, это или на роллерах, или на лыжах, вот, или имитация. Так. Дальше смотрим вопросы. Ого, вот такой вопрос глобальный. Скажите, пожалуйста, если сможете, как сделать, чтобы развивать детский лыжный спорт в регионах? Ого, это вопрос иторический. Мне сложно, я не специалист в этом, но, понятное дело, что это очень актуальный вопрос и проблема, которая присутствует. Ну, мне, как кажется, то работать с тренерскими кадрами. Ну, в первую очередь. Да, да, и причем, ну, и в плане образовательном, да, ну, и также стимулировать как-то. Потому что, насколько вот я знаю, там у нас, в моем регионе, там, откуда я родом, из Саратова, то есть, зарплаты очень-очень низкие. Тренировок в детской спортивной школе. Скажите, пожалуйста, какие силовые упражнения дают наибольший результат? Это, можно, отдельный прямой эфир на эту тему вести, то есть, силовых упражнений. Их очень много, разных. И сказать, что конкретно вот это силовое упражнение дает результат, нельзя. Точно. То есть, есть комплекс упражнений на развитие мышц скорой, есть комплекс упражнений на развитие максимальной силы, есть развитие максимальной силы, взрывной силы, УФП обычная, то есть, силовая выносливость тоже самое. То есть, здесь одного комплекса не существует. Этих комплексов должно быть много для разного периода подготовки. Лыжник должен бегать кроссу? Обязательно. Бег – это основа. Вот. То есть, я считаю, лыжный гонок, то есть, спортсмен должен бегать быстро, потому что только бегом, ну, не только бегом, то есть, за счет бега мы можем функцию спортсмена поднять высоко, ну, то есть, развить. Вот. Поэтому бег – это должно быть. Что? А часть кросса нельзя заменить на велик? Часть кросса? Да. Ну, часть кроссовых нагрузок. Если проблема с опорно-двигательным аппаратом, то есть, проблема с коленями, там, с какие-то травмы есть, туда можно. Вот. Но так нет необходимости. У нас для велосипеда период, как правило, это май-июнь, вот, где активно мы используем велосипед, к плане, потому что силу ног подтягиваем. Вот. Мы при этом и бегаем тоже. Потом мы все-таки от велосипеда уже уходим и все-таки больше начинаем использовать роллеры, кроссовую, эмоционную подготовку. Так, ну, и Егор, ты рассказал, что тебе можно писать в директ, тут просто очень много вопросов личного характера. и ты не боишься, что сейчас тебя завалят вопросами? Да нет, сейчас времени свободного много. Ну, и вот такой последний вопрос. Вместо какого-то смысла могу писать, отвечать. Скажи, порекомендуй, пожалуйста, как замотивировать спортсмена во время самоизоляции? Как себя замотивировать? Как себя замотивировать? поставить цель себе на следующий, на сезон. Вот. Как только ты ставишь цель на сезон, то есть на предстоящий, то мотивация просыпается и ты начинаешь думать, как до этой цели дойти. Ну, естественно, цель нужно ставить реальную, не какую-то заоблачную. То есть, поставил цель и все, и потом начинаешь расписывать, как ты к этой цели должен прийти. Вот. И я рекомендую сесть прям на бумажке, на листочке, в тетрадке, то есть это написать. Как только вы поставите, можете там цель не на один год, на два, на три сезона вперед поставить. Именно, ну, что касается спорта. Можно даже, да и не касается спорта вообще по жизни. Ну, и тем самым вы создаете себе мотивацию. Но еще раз говорю, не кто-то вам должен создать мотивацию, а вы сами должны создавать себе мотивацию. потому что, если кто-то создаст, это может быть временно, вот, один-два дня, там, недели в лучшем случае. Вот. А если вы сами внутри создадите себе мотивацию, то она вас будет достаточно долго вперед двигать. Ну, и естественно, нужно всегда помнить о той цели, которую вы перед собой ставите. Вот. Спрашивают, можно ли попросить тренировочный план? Я вот как раз хочу такой вот вопрос. Еще раз говорю, тренировочный план, это, я не знаю, там, 20-30% вообще всего, что есть. Чтобы по тренировочному плану потренироваться, во-первых, нужно быть на контакте с тренером, нужно понимать, почему этот тренировочный план именно так составил, то есть, какие цели у этого тренировочного плана, то есть, какие задачи мы решаем в данный конкретный период. Вот. И только тогда, понимая, в частности, как тренировки те или иные выполнять, только тогда можно будет его правильно делать и получать от него какие-то дивиденды. А так, тупо выполнять нагрузку, которую тебе там выполнил тренер, сказал тренер, иди побегай два часа в первой зоне или там на роллерах покатайся в первой зоне. Ну, это поверхностно. То есть, нужно понять, что такое первая зона, какие задачи еще помимо на этой тренировке можно решить. То есть, какие-то там технические моменты можно... Вот. Поэтому план не тренируйтесь никогда тупо по плану, не понимая, к чему этот план идет и вообще, как он составлен. Согласен с тобой. Егор, спасибо большое за эфир. Мы были в эфире с руководителем молодежной, с тренером молодежной команды Егором Сориным. Спасибо большое. Спасибо. Не грустите. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.